Здравствуйте, друзья! Евангелие от Матфея в 9 главе рассказывает нам о чудесном исцелении двух скрипцов. И исцеление это произошло таким образом, что когда Господь шел по дороге, эти два несчастных следовали за Ним с криками «Помилуй нас, Иисус, сын Давида!» Это очень удивительные слова, необычные слова для тех времен. Дело в том, что у Давида было большое потомство, но на языке Библии, на языке пророков, сыном Давидовым назывался один человек – Мессия. И вот эти двое слепых, они не могли видеть чудес Христовых, они могли только слышать о них, но лично убедиться в том, что Господь делал, совершал, как Он исцелял, воскрешал, они не могли. Но тем не менее, у них было духовное прозрение настолько, что они во Христе Мессию признали. Они увидели в Нем Сына Божия, Сына Давида, Мессию. А другие, те, которые были книжниками, учеными, хорошо знающими Писание и Закон, они во Христе этого не видели. И они казались настолько слепы, что максимум, что они делали, когда обращались ко Христу, они говорили «учитель». Вот учитель. Любого человека можно назвать учителем, если он какие-то поучения произносит. И это безопасно. Назвать учителем ни к чему тебя не обязывает. Но назвать человека сыном Давида – это значит изречь веру, исповедовать веру в него. И поэтому Господь их исцеляет. Он говорит «вы веруете, что я это могу свершить?» Они говорят «да, верую». И Христос им отвечает «по вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их. Вот таким образом произошло и телесное исцеление после исцеления духовного. А в чем заключается духовная слепота? Вот в наше время, в наши дни. А заключается она в том, что человек в этой жизни не видит Бога. Мир прекрасен. Мир радует глаз. Все. И грация животных, и закат, и рассвет, и облака на небе, и глазурь моря. И все-все-все. Цветы. Как выглядит мужчина, как выглядит женщина. Как радует глаз нас малыш. Все это прекрасно. Это все сделано не просто как-то утилитарно, прагматично, технократично. Это все сделано эстетично для человека. И потом, вы же знаете, что чем сложнее система, тем она менее устойчива. Ну, к примеру, два-три шара друг на друга можно поставить? Можно. При известных условиях, чтобы не было колебаний, можно это сделать. Но это равновесие будет неустойчивым. Так вот, наш мир, он намного сложнее, чем два-три, даже десять шаров поставленных один на другой. Сложнее, но устойчивее. Он такой устойчивый, наш мир. Он так премудро создан. Здесь так гармонично действуют законы этого мира, законы физические, законы природы, что даже когда человек пытается уже с высоты своих знаний научных, этот мир как-то испортить, как-то его изуродовать, внести какой-то в нем дисбаланс экологический. Этот мир все равно стоит, саморегенерируется, восстанавливается. И по всему этому очевидно, что у этого мира есть вседержитель. У этого мира есть высший разум, творец. У этого мира есть охранитель и тот, который заботится об этом мире. И мир этот устроен наилучшим образом для человека. Так что и размеры человека соответствуют этому миру. Вернее, этот мир соответствует размерам человека. Представим себе, что человек размером с муравья. Представьтесь, такая будет природа. Капля воды, вот будет вот такой шар водяной, который как-то, если заденешь, так тебя и смоет. И невозможно пользоваться было бы водопроводом, какими-то там кранами, потому что подлесностное натяжение жидкости не позволяло бы многие привычные для нас физические процессы обратить на службу человека. Или представим себе, что человек был бы размером с гулливера, а деревья ему, как травинки. И что тогда человек мог бы сделать из этих деревьев? Зубочистку только себе. Он бы в этом мире просто не мог жить. Не мог бы в этом мире просто выжить. Посмотрите, оказывается, мир, он подстроен под человека. Вот именно для человека создан. И все это говорит нам о том, что у этого мира есть премудрый творец. Апостол Павел в послании к римлянам, обращаясь к язычникам, говорит о том, что даже они, которым не было проповедано, к ним не приходили пророки, у них не было откровений о творении мира, о том, кто такой Бог, кто такой Адам, и как все произошло, эта история библейская, все равно они безответны перед Богом в своем неверии, в своем язычестве, идолопоклонстве. Потому что через рассматривание видимого мира должны были прийти к идее невидимого творца. Послушайте, как он пишет. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие неправду человеков, подавляющих истину неправду. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимые, так что они безответны». Вот почему, братья и сестры, намного актуальнее вопрос духовного прозрения, намного страшнее духовная слепота. И вот почему нам должно Господа тоже просить того, чтобы Господь исцелил наши духовные очи по причине слепоты, которых мы и грешим, и иногда впадаем в малодушие и неверие, когда нам кажется, что Бога рядом нет и Он нас не слышит, и когда мы не видим причин и следствия, что, в общем-то, большей частью нашей скорби связаны с нашей неправильной греховной жизнью. Дай, Господи, и нам прозреть, как этим слепцам, которым Ты даровал, духовное и телесное прозрение. АПЛОДИСМЕНТЫ